Здравствуйте, уважаемые любители Моя Баран! Сегодня мы с вами затронем такую тему, которая называется 9 атак. Сначала история. Во времена Рамы 5 произошло изменение Моя Баран старых стилей и у нас возник то, что называется современный Моя Тай. На Моя Тай повлиял классический английский бокс, что привело к возникновению раундов, к возникновению ринга и так далее и тому подобного. И его развитие именно Моя Тай приводило к тому, что он все больше отмежевывался и отодвигался от старых изначальных техник. И тот, что сейчас называют современный Моя Тай, оно очень мало похоже на то, что называется стилями Моя Баран различными. Наиболее близок технически, логически к Моя Тай, Моя Чай Ян. Поэтому он наиболее и распространял в Таиланде. Все остальные стили оказались в небольшом загоне. По оклонах эту проблему решили вполне определенным образом. Во-первых, для чего решалась эта проблема? Во-первых, когда люди уже с опытом Моя Тай решали заниматься Моя Баран, они приходили, нужно было создать некую плавную схему перехода с одного стиля на другой. Во-вторых, людям, которые занимались по оклон, хотелось участвовать и понимать, как их навыки могут примениться в ринге. И таким образом появилась переходная база, которая называется 9 атак. Она включает в себя как и элементы Моя Тай, они схожи, так и те предпосылки, которые вам позволяют плавно и без напряга перейти непосредственно фаркула. Этим мы займемся в течение последующих 9 уроков. Мы начинаем с вами с так называемой первой атаки. Стоп, двоечка, лоуки. Большинство атак как раз начинается со стоп-удара. То есть идет атака на вас, вы ее стопите. Отсюда добиваете классической двоечкой и после двоечки сразу у вас вылетает вот сзади ноги. Здесь есть очень хороший за тактический момент, который нужно рассмотреть. Если мы посмотрим большинство классических уроков по Моя Тай, то они требуют либо перескоков для того, чтобы усилить удар, либо каких-то переходов для того, чтобы удар нанести задний, чтобы удар был мощнее. В конкретной атаке вы фактически включая руку, тут же включаете ногу. То есть человек перекрывая руку не видит ногу, которая тут же влетает в опорную ногу. И это тем, кто не занимается этим, ловится достаточно редко и жутко неприятно. Еще плюс первой атаки ее называют миния. То есть она идет по прямой, здесь нет ничего такого. Все это можно применить буквально в спаре. И двоечку, и ловки. Почему работает тип как встречка? Потому что вся логика по оклону это самозащита. То есть мы всегда все атаки начинаем с контр-атаки, по сути. То есть следует его атака с прямого, да? С прямого. Ну, какой? Да. И я, соответственно, его встречаю. То есть моя задача, отклоняясь, встретить его. Он сгибается, соответственно, я уже его добиваю. Вот в этом логика. Все последующие атаки, по сути, выглядят в такой же структуре. То есть вы защищаетесь от чего-то, и развиваете свою атаку. Защита. Защита используется такого рода. В момент удара прямого мы делаем так называемый поднимающий двоечка. Оп, двоечка. Снимаем. И ловкик, соответственно. Три. Вот он сейчас как раз сделал ту ошибку, о которой я говорю. Он подтянул ногу, и ему для того, чтобы сделать ловкик, понадобилось замахнуться. Соответственно, когда мы делаем, еще раз подумаем. Раз, два, три. Вот. Четыре, да? Я пошел в прямой, в гонечку, и вот у меня ловкик. То есть его фактически не видно на данном этапе. Сгибается таким образом, чтобы дать партнеру защититься. То есть я делаю прямой, делаю два прямых, и наношу ловкик. Вот отсюда. Вот наношу ловкик. А, еще раз. Прямой, два прямых, вот ловкик. Прямой, два прямых, ловкик. А, можно принимать, как напрягая бедро, набивая себе, так и делая щит. Вот самый. Либо вы хотите поднабиться, либо вы хотите отработки ключ-вычайки. Вот, в принципе, и все о первой атаке. То есть, еще раз повторюсь, ничего сложного в этом нет. И она начинает как раз тот плавный переход, потому что те же самые техники есть в парку. Ничего сложного. Единственное, что сам ловкик уносится более лаконично. Спасибо, что посмотрели наше видео, и ждем вас в следующей передаче.